Друзья, всем привет! Это новая серия про США, и сегодня будет вторая часть про медицину. И мы с вами будем говорить про то, что медицина стала просто новой мафией в Америке. Кто бы об этом бы подумал? А также хотелось бы ответить на некоторые ваши комментарии. Поехали! Вообще, мне кажется, медицина, наверное, вышла на какой-то абсолютно новый уровень. Знаете, когда вы думаете про то, что кто-то о вас должен позаботиться, но вы в этом мире абсолютно одни. Как мы пришли сюда одни, так мы и уходим одни. Но только в промежутке на нас успевают хорошенечко подзаработать все эти компании, особенно медицина в США. Это просто какое-то сплошное разводняк максимального уровня. У меня других как бы слов вообще нету. То, как это здесь все устроено, это может понять только сам американец. Потому что нам, как простым людям, в это все вникать настолько тяжело, особенно когда мы приехали. Ну, я, например, я приехал из Украины, и мне вообще это все чуждо и дико, как это все работает. Мне любые операции, любые визиты делались за бесплатно. Я помню еще те времена. Не знаю, как сейчас. Друзья, напишите в комментариях, кстати, как это сейчас, если это до сих пор актуально или нет. Но я знаю, например, когда вы устраиваетесь на работу, вы обязательно должны пройти медкомиссию. Здесь такого нет. Не надо мне рассказывать сказки, писать в комментариях, что я ничего не знаю. Я знаю. Здесь такого нету. Поэтому то, какое у вас здоровье, и то, какие у вас проблемы, это все только на вас. И остается с вами. И вам с этим жить. Потому что здесь абсолютно всем фиолетово. Все хотят, чтобы вы болели как можно дольше. Так же, как и с зубами. В одном из видео я рассказывал, что просто задача выкачать из вас деньги. А каким образом у вас есть зуб? Выстрелить дырку поглубже, чтобы в следующей стадии было это делать канал. А потом коронку. Все, отлично. Потом вообще мост ставить. Это прекрасный бизнес. Боже, это идеально. Мы просто не прохавали эту всю тему. Американцы уже давным-давно знают. Кто не знает, вообще в, по-моему, 1970 году первый раз появилась вот эта вот страховка на медицину. До этого не было. И все нормально было. Вообще, если вы знаете, то, по-моему, до 1920 года в Америке даже не было налогов. Никто не платил налоги. Сейчас налоги знаете, да, какие? И к этому всему, как я рассказывал в предыдущем видео, у вас средний платеж приблизительно 350-400 долларов в месяц. За медь-страховку. Давайте подумаем, секундочку. У вас к этому всему платежу добавляется платеж, скорее всего, за машину. К этому платежу у вас добавляется платеж, скорее всего, за дом. Если вы им владеете, вот, пожалуйста, да. Или же вы арендуете дом. Пожалуйста. Сколько денег нужно реально зарабатывать, чтобы здесь просто жить? Давайте посчитаем. Это неплохая сумма. А как минимум нужно получать 2500-3000, потому что средний рент сейчас во Флориде, а я живу во Флориде, стоит в районе 2000 долларов. 2000 долларов плюс 400, ну, пускай хорошо, вы очень здоровы, вам дали 300 долларов в месяц. Ну, payment за страховку. То есть, получается 2300. Плюс платеж на машину, как я рассказывал в одном из видео, это 500 долларов. Средний 500 долларов, плюс еще страховку на машину, ну, естественно. А как без этого? В районе 3000 выходит, плюс вам надо еще что-то покушать. Правильно? Деньги на это надо. Мы вообще молчим про то, что вы вообще в трусах и в футболке ходите, даже в шлепках. Вот все, вообще денег ни на что не остается. Вам надо минимум, минимум зарабатывать 3-3500 в месяц на руки. Значит, 3-500 в месяц, прибавить приблизительно 19% еще сверху, того где-то 4000 долларов. Как много людей, которые получают 4000 долларов в месяц на руки? Немного, правильно? Американцев тем более. Если я хожу по этому району, это не значит, что здесь у людей просто, ну, денег куры не клюют. Вот это все эти люди? Скорее всего, они работают в медсфере. Уж они знают, как зарабатывать деньги и знают, как дурить людей на государственном уровне. Естественно, здесь это все легально, все официально, все круто, все продумано, да, мелочей. Вообще, хотелось бы ответить на некоторые комментарии с предыдущего видео. И вот один из них, где парень, я рассказывал историю про то, как просто мне человек перемотал руку, которая была поломана, и говорит, у тебя все нормально, все окей, и на следующий день мне сделали операцию. То есть, это все произошло в одной и той же больнице. Теперь, вот читая этот комментарий, парень пишет, что я должен пойти в суд, например, и подать в суд на того врача, который мне сказал, что достаточно просто перемотать руку. Я это понимаю. В этом, наверное, какой-то прикол. Вот всех американцев постоянно куда-то ходят, постоянно с кем-то судятся, постоянно какая-то здесь ерунда, вот этот головняк. Но суть же простых людей в чем? Я не хочу иметь никакого головняка, я не хочу ни с кем судиться. Я просто хочу прийти, и чтобы человек делал свою работу ответственно. Он просто взял и сделал то, что он должен, на что он учился. Вот вы представляете себе? Вы, например, дома сейчас находитесь внезапно, у вас начал течь умывальник. Вы вызываете сантехника. Он к вам приходит, крутит дверь, говорит, все, я починил. Вы смотрите, дальше капается. А он говорит, да все сделано, все, зашибись. Другой приходит, третий приходит, пятый приходит, пятнадцатый приходит. Вы думаете, на двадцать пятом, вы думаете, наверное, так и должно течь. Нет, друзья. Просто надо, чтобы люди, в конце концов, понимали, что они делают. Если это врач, то он должен отдавать себе отчет. Не все врачи. Я же не пошел врачом. Я работаю инженером. Это мое. Я не пошел к бухгалтерам, я не пошел к каким-то историкам работать или еще кем-то. Я пошел работать инженером. Если вы врач, вы должны отдавать себе отчет. У вас должно быть какое-то ментальное понимание, что вы ответственны за чужую жизнь. И чужая жизнь, вот следующий его же комментарий, что я сравниваю типа с автомобилем. Я не сравниваю с автомобилем. Автомобиль можно починить. Человека нельзя починить. Если что-то запущено или что-то упущено, вы не сможете вернуть назад процесс. Например, люди, у которых запущен рак, они не могут вернуться в ту стадию, где рак еще можно вылечить. Просто и понятно. Автомобиль после любой аварии можно восстановить. В принципе, после любой, если захотите. Деньги есть. Но это же дальше так не может продолжаться, правильно? Вообще-то мне комментарий очень понравился. Значит, у парня, да, вот была проблема с давлением. И ему нужны были просто обычные таблетки от давления, да, которые у нас просто в любой аптеке продаются. Тебе любая клава продаст абсолютно без проблем, без никакой бумажки. Если ты знаешь название. Самое интересное, что ты даже в аптеку можешь прийти, сказать, мне надо какие-то таблетки от давления. И она вам даст, скорее всего, 2-3 варианта. И вы выберете, какой вам больше нравится. Еще и спросите, а какой лучше на вашу смену. Потому что тот человек, который работает в аптеке, он реально шарик. Что он продает? Здесь люди вообще не понимают, что они делают. Здесь для того, чтобы работать в аптеке, нужно закончить такие там сертификаты получить. Там кучу курсов закончить, чтобы просто смешать 2 таблетки там или что-то с чем-то перемешать. Ну, звучит это, конечно, просто... Ну, в общем, вот как бы к этому комментарию, да? И ему нужно было 700 баксов страховка, 40 долларов он со своего кармана. И ему врач сказал, что? Ему врач сказал, просто ешь меньше. В смысле ешь меньше? Я тебе деньги заплатил не для того, чтобы ты мне говорил, что я жирный. Или что я ем много. Мне надо сейчас конкретно таблетка. Вот у меня проблема, у меня сейчас там давление или еще что. Мне надо сейчас таблетка, выпиши мне. Нет. Человек что сделал? Правильно, пошел в наш магазин, где ему дали все без проблем. И люди знали и в курсе дела были. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь. В общем, еще одну историю расскажу. Значит, у моей знакомой была какая-то вот слизь на глазу. Знаете, вот каждое утро вы просыпаетесь, и у вас вот такое чувство, как будто глаз вот мутный. И вы не понимаете, что происходит вообще. И хочется все время вот его тереть. То есть, что-то вот в глазу как будто вот, ну не знаю, не конъюнктивит, но что-то вот есть. В общем, к пяти врачам ходили. Каждый раз, когда вы заходите в врачу, если у вас нет страховки, это 150 долларов. 150 долларов за то, что вы просто увидели врача. Он вам уделил от пяти до десяти минут. Десять минут уделил. У него там буквально таймер стоит, что он не может вам больше времени уделить. Ему абсолютно плевать на вас. Ему просто интересно только поднять свои 150 долларов вот в день. Значит, ходили к этим врачам, и ни один из врачей не вылечил ее проблему вот с глазом. Это что такое? Где такое вообще видано? У нас раньше врачи были какие? И заботятся, они вам даже перезвонят. Они десять раз у вас проконсультируются, спросят, что там у вас беспокоит это или не беспокоит. Что-то вам нужно сделать еще. Может быть, у вас еще какой-то нюанс. Есть ли у вас каких-то осложнений с глазом или еще чего-то. Здесь абсолютно всем плевать. То есть он говорит, вот попробуйте вот эти капли. Вы пробуйте эти капли, они не работают. Во-первых, капли вам обязательно только по предписанию. Вы не можете просто сами пойти в магазин. Здесь такого нету, как в аптеке в Украине, например, или в России. Вы приходите в аптеку, говорите, слушайте, мне капли там до того-то, до того-то. Вам продавец взял и отдал их. Продал. Просто здесь без бумажки вам никто ничего не продаст. Понимаете? То есть бизнес как налажен? Очень хитро. Вы должны обязательно пойти к врачу. Он вам выписал какой-то рецептик. И вы с этим рецептом претесь в аптеку. И он вам делает. Вот ровно, например, на 20 раз. Вам не хватило, вы не до конца долечили. Вам нужно вот 20 каплю, например, 20 таблетку. Вам тупо чуть-чуть не хватает. Вы опять идете к этому врачу. И опять он вам выписывает вот этот рецепт. Бизнес просто великолепный. Это как вообще так можно? И эти люди, эти дураки американцы считают, что это прекрасно. Это крутая система. Я не понимаю. Они кричат за то, что черножопые тут унижают их, якобы белые. А вот за это они не кричат. Всем абсолютно по барабану на самом деле. На то, что их просто, ну блин, просто раздевают. Понимаете этих американцев? Вообще американцы, наверное, странные как по себе люди. Потому что за такое, как бы вот платить такие деньги, надо быть вообще немного не в себе. Нормальный любой адекватный человек не захочет. платить такие большие деньги за непонятно какой сервис. А вот еще одна идеальная бизнес-идея, которая может, как говорится, ну, нормально пройти в Украине и в России. Почему бы так не сделать? Вообще, наверное, понемножку вот в ту сторону двигается Украина. Значит, здесь такое понятие, как вот вы взяли и пришли в аптеку, и купили, что вам надо, вообще не работает. Для того, чтобы что-либо купить в аптеке, вам нужна прескрипция. Да, то есть вы должны пойти к врачу, сразу же дилин-дилин, 150 долларов за визитик, да, если у вас нет страховки. А как много людей могут позволить себе страховку? Да я вам скажу секрет. Мало. Мало людей могут позволить себе страховку, так как страховочка в 350-400 долларов в месяц. Не каждому по карману, открою вам секретик. Ну, в общем, вы хотите себе что-то, да, какую-то каплю или там какие-то таблетки вам надо, да, например. Или даже самое простое и тупое. У вас очки треснули. У вас есть украинская, например, прескрипция, но она, например, просто сейчас на месяц. Чтобы получить вам здесь местную прескрипцию, пойдите вот в Вомарт, например, или в любую оптику, и за 60 долларов заново пройдите тест, где люди своими кривыми руками не могут вам даже нормально назначить все. Так как, например, у вас там было плюс 1, минус 1, да, вы приходите в эту шарашку, они говорят, у вас там минус 3, плюс 5. Это как так произошло? Может быть, вы мерить не умеете? Такое было, я тому пример, все мы знаем. В общем, и когда вы хотите, например, себе взять и просто пойти купить себе таблетки какие-то, то вам это здесь не получится, просто не продадут. Поэтому бизнес-идея какая? Такая, что вам обязательно, если плохо, нужно идти к врачу, записываться к нему, тратить свое время, идти к нему, он вам выпишет таблетки, и тогда вы только с этой прескрипцией можете идти в аптеку, которая здесь CVS или Walgreens, иногда даже в Walmart есть аптека, вы туда идете, и вам все благополучно выписывают, иначе другой схемы нету. Поэтому только так здесь это все работает. Хорошо это или плохо, вам судить. Я считаю, это полная фигня. Это обдирало людей. Так это не работает. А если человек приехал и забыл, например, там из Украины, например, приехал сюда и забыл свои таблетки, а у него там, не знаю, астма или еще что-то, он даже это не может здесь купить. Он обязан идти к врачу, заплатить ему деньги. Везде надо платить. Вообще эта страна построена просто, везде надо платить. За все надо башлять. Ну не работает. Ну только это здесь, знаете, чем отличается от наших стран? Здесь это все на официальном уровне. Зачем нам платить врачам на карман, там что-то заносить кому-то, какие-то коробки конфет. Нет, мы просто сделаем это официально. Вот официально у нас есть что? Прайс-лист. Прайс-лист официально. Докторишка ничего себе вроде бы не берет. Просто 150 долларов за визит. И каждый раз вы ходите и на визит, и на визит, и на визит, и на визит. И что получается? Получается то, что это прекрасный бизнес. Вот когда у моей знакомой глаза болели, она пришла в одну клинику, 150 долларов заплатила, потому что не было страховки на здоровье. Что? Не помогли капли. Идешь в другую. Опять же, если ты уже пойдешь, они тебе скажут 150 долларов. Мы подумали, не, ну какие-то дебилы там работают, давай пойдем в другую. Возможно, в другой будет все работать. Приходим в другую, то же самое. Та же фигня. Опять капли выписали, уже другие, потому что мы ему сказали, эти не работают. Он говорит, а, ну да, конечно. В смысле, конечно, вы все должны знать, что вы делаете. Почему я свою работу хорошо выполняю, а вы хреново? Да потому что вам плевать, все это настроено только на то, чтобы получить деньги. Вот и все. Вы приходите туда и платите. Вы просто как кассовый аппарат. Дидинь, и все, и денежку у вас сняли со счета. Я просто удивляюсь вот этой всей системе, за которую здесь все так голосуют, и так держатся, и здесь все так хорошо. Да потому что просто страна, которая обдирает весь мир, вот такие теперь цены у нас. И попробуй это все позволь. И чем закончилась эта история с глазами? Да тем, что просто позвонили в Украину, попросили врача выйти на видеосвязь, объяснили абсолютно все симптомы. Врач выписал капли, которые мы здесь нашли в украинском магазине. И как вы думаете, произошло чудо? Все прошло? Да ладно? То есть даже наши люди на дистанционке смогли определить лучше, чем придурок, который здесь сидит и получает 150 долларов просто за визит. Плюс еще и надо заплатить, естественно, деньги за то, что вы таблетки должны купить или какие-то капли себе. Понимаете? Вот это уровень. Это уровень максимальной обдираловки. Я просто удивляюсь этим людям. Я не понимаю, как можно за это все голосовать и радоваться, и вообще не возмущаться. Они возмущаются по каким-то таким дурным темам, кроме реальных, там, где у вас же с кармана забирают деньги. Вы думаете, этого мало? Давайте я вам расскажу историю, как бизнес работает. Значит, у меня знакомый, так получилось, он тоже на велосипеде ездит. В общем, он упал на железный мост. Ну, так получилось. В общем, упал, и у него челюсть нижняя, все, отсоединилось, как говорится, висело только на коже. Как вы думаете, сколько стоил вертолет? А вертолет ему понадобилось, чтобы его транспортировали. Потому что скорая помощь приехала, сказала, ни хрена себе, мы такой рот, ничего не можем сделать с таким ртом. Тебе нужна срочно госпитализация. На вертолете. Прилетел вертолет, цена. Раз, два, три. Не, ну, давайте подумаем, не? Напишите в ваши комментарии, как вы думаете, сколько заплатил этот чувак за то, чтобы к нему прилетел вертолет. Вертолету было лететь, я посмотрел по карте, где-то 15 миль, в районе 20 километров в одну сторону и 20 километров в другую сторону. Цены. Ваши цены. Предположение. 73 тысячи долларов. Ответ. 73 тысячи долларов стоил ему вызов вертолета. Сказать, что это плохой бизнес, вообще ничего не скажет. Я просто вообще не шарю, друзья. Вот нормально люди зарабатывают, а вы потом смотрите вот эти вот дома все шикарные. Потом на Джупитер Айленде один дом 15 миллионов стоит, другой дом 35 миллионов строят, третий дом 14 миллионов. Адмиралков, посмотришь, вообще одни дома меньше 3 миллионов нету ни одного дома. Как тебе такое, Элон Маск? Вот это нормально. Люди просто прошарили фишку. Это мы, дураки, ничего не понимаем. Вот как надо зарабатывать деньги просто обирать пациентов. Это же идеально. Какой бизнес? И наши люди еще и возмущаются, что якобы там Украина или Россия все так плохо. Друзья, да у нас просто офигенно было раньше. Сейчас не знаю. Там не живу уже 8 лет. Но раньше было просто отлично. У меня две было операции. Ноль. Ноль. Как было прекрасно. Отличное время. И что сейчас? Ладно, народ. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте жирные пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Не, ну естественно, он не заплатил эти 73 тысячи. Это вы мне сейчас тут напишите в комментариях. Ни хрена ты не шаришь. Слушайте, я шарю. Типу обошлось то, чтобы мы приделали назад через вот это пластические все операции и прочие десятые в 200 тысяч. Плюс виза вертолета стоила ему 73 тысячи. Вот 273 тысячи. И с этой суммы теперь посчитайте 10 процентов. 10 процентов он должен был заплатить со своего личного кармана. Как вам такое, друзья? Да. Субтитры сделал DimaTorzok